Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Кадачков. Я директор компании «Этинациалов» и где-то уже полтора года генерал института бизнеса. Немножко слово «эспекта» было понятно. Мне сроки два года по образованию я инженер-программист, начинал на школу, дать профессионал программист. Пока учился, заменил перед работой. Дальше, после института, 22 года, я начал компанию, до сих пор у тебя есть ее руководитель. В финале есть одного человека, сейчас группа компании «Этинациалов» — 2500 человек. Помимо этого, помимо образования программиста, два года назад я закончил экзакцию МПИ в Московской школе управления школой. Спасибо большое. Вопрос, почему здесь выступает «Этинациалов» и почему выступает «Этинациалов»? Понятно. Они хотят заработать. Они хорошие ребята, они в обмен на это что-то задают. Вопрос, чего выступаю я. В принципе, в целом, скорее, у меня интерес похожий, но, наверное, он не основной. Объем деятельности Института Модельцева, он не очень большой, и я выступаю действительно как благодарный клиент, к которому эта технология очень интересна и полезна с моей точки зрения. Значит, давайте я... Ну, дальше по тихонечку я вам это рассказываю, и будет понятно, о чем вы говорите. Значит, для того, чтобы было понятно, чем занимается компанией. Мы, например, с «Этинациалов» на платформе «Этинациалов» работаем с предприятием «Среднюю малую», с довольно высококративным, есть отраслевые решения, вот, и, собственно, это основное. Значит, компания, как я сказал, была образована в 94-м году. Начинал я, ну, там, не совсем один с партнеров. Через год партнеров ехал в Соединенные Штаты, но практически сейчас компания... Ну, в смысле, с тех пор этим и занимаемся. Компанией я начинал, через год это стало совместным предприятием, с фирмой «Этинациалов» 50 на 50 с компанией «Этинациалов» 19 снятия, живем на работу. Значит, компания занимает первое место в, ну, в российском, в целом, федеральном рейтинге по одному-третьему среди партнеров в «Этинациалов» и имеет какие-то личные, довольно, профессиональные достижения в этом узком, в этом узком турбе в 7000-м году в «Этинациалов». У нас есть собственная ознакомка, мы выпускаем различные программные продукты, и часть из них локализованы в Казахстане. У нас нет пока представителей в Казахстане работы. Здесь мы ведем в основном через партнеров, в редкие проекты. Это организационная структура. Это организационная структура не всей компании. Я являюсь руководителем группы компании, и, как директор, я являюсь руководителем московского офиса. Это центральная компания, и, в основном, это организационная компания. Эта структура, надо заметить, уже после того, как компания прошла преобразование. Потому что, чуть позже я буду рассказывать, зачем я пришел участвовать в «Этинациалов». Сейчас вы посмотрите, с нижней частью я работаю, нижнюю часть я еще не доделал. Верхняя часть закончена. Раньше, для того, чтобы мне объяснить, как устроена моя компания, то две с половиной тысячи человек можно было застрелиться. Новый сотрудник, у нас есть такая процедура, называется «волдом тренинг», когда сотрудник приходит. Это первая идея, ему нужно рассказать. Объяснение того, что за структура и почему она такая, и какое количество раз во время этого объяснения, как говорилось, слово «исторически» сложилось. Вот, для этого, для этого, для этого, для этого, для этого просто. Вот, сейчас видите, все просто. Работа с корпоративными клиентами, работа с, работа с, работа с, действуя в том же системе средний малый бизнес, интегрированные проекты, это системная интеграция, это сливая коммунизация в артикальные решения, и дистрибьюция в том, что это отдельный доктор и продаж и программное обеспечение. Все. Ну, все-то не все, конечно, если смотреть, что под этим, и как эта история делится, например, на филиал нашей работы регионов по внедрению, филиал нашей работы дистрибьюции, и как они взаимодействуют между собой, и как распределяется полномочия дирекция между регионами, там есть о чем рассказать. Но, ну, ребята, ну как-то, компания за 100 тысяч человек, она просто функционирует. Вот, она все-таки, вот, вот это цифра по оборотам компании. Оборот компании, ну, ну не в 5 раз, как сказал Алексей, по поводу того, как, ну, как оценится ладность, там в 5 раз, и есть у меня еще ладность, ладность, у меня еще гриберы собрали. Гриберы вынесли. Ну, за это время. Ты говоришь про выгоды в 5 раз? Продажи в 2 раза. Продажи в 2 раза. Не, ну, у меня примерно, у меня примерно, у меня примерно, не пойдет это испытать. Расходится. Пока расходится, да? Ну, ну ладно, я что-то дальше как скажу. Это просто там несколько, два слайдика я приготовил с логотипами тех компаний, которые являются моим клиентом. Вот. Ну, вот, все, так вот. Там, в принципе, можно было, я думаю, что вот, если, ну, еще два таких слайдика, я думаю, можно сделать. За 20 лет, понятно, но всякое происходило. Вот. Ну, значит, что, ну, так, попросил коллега, это вот презентация сделать, что у нас есть для Казахстана. У нас есть вот вот один СРМ-продукт, который продается в Казахстане. Казахстане, это продукт нашей разработки. Вот. Он продается в некоторых предприятиях Казахстана. в компанию Кайл-Ансисты, вот, строители. Подождите, пожалуйста. Сейчас, Алексей, извините. Давайте, давайте в программе. Ну, ладно. В общем, для строительных организаций, для различных компаний, которые занимаются различными семинарами и деловой и театрами, и у нас несколько предприятий, которые занимаются фундаментацией. Я, к сожалению, эти гультов не знаю, но, возможно, вам у них что-то спрашивают. Компания «Компания машины» у нас было в Казахстане и в Украине уже делают внедрение для этой компании. Ну вот, теперь я перехожу, зачем мне понадобилась консалтная категория. В принципе, до 2008 года я оставлялся сам. То есть где-то к этому моменту я подошел, у меня было порядка 1600 человек. И, в общем, нормально. В 15 лет у меня компания не появилась. Причем последние годы, где-то с 2004 по 2008, она росла прям по 60% в год до этого. Вот. Значит, ну, были кризисы на этом промежутке и там ошибки делали, но, в общем, было бы это не нормально. Дальше, ну, дальше там, ну, как бы в кризисе, но, в общем, выступает платок. У меня после того, как я 15 лет жил в ситуациях, когда компания нашла постоянно, это просто, ну, просто очень тяжело. Вот, значит, я пытаюсь что-то делать. Говорим это же. Простите! Они говорят. Вы исполнили шеф. Я там, значит, в России с чем-то. В 10-м году я думал, думали, что мне делать. Придумал программу 3-4. Смысл программы. Название. Смысл программы. Выросли в 3 раза за 4 года. Кто же там? Говорю, руководитель. Ребята, ну, до этого надо выросли, молча. Ну, они говорят, да-да-да, Дим, все сделаем. То есть, дальше, что происходило? У меня, на самом деле, как иди. С того момента оборот продолжается. У меня стало прибыль. Ну, то есть, оборот растет. Прибыль стоит. У менеджеров мотивация завязана на маршрут. Вот. А маршрут тоже опять растет. То есть, у них все хорошо. В общем, я провел, в тот момент я провел изменения, связанные с отчетом числе прибыли по всем возрастениям, переводом мотивации менеджера на чистую прибыль. Я только потом узнал, что Адис, ровно это, предлагает делать во время, 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 во время пятой фазы. Когда? Когда будет цельник управлительского учета. Ребята, если у вас компания, ну хотя бы человек 200, если в ней есть несколько видов деятельности, и если вы это еще не сделали, сделайте это, да, с гарантированным результатом. Вот только-только один этот шаг, который предлагает Адизис, у меня это долог плюс 60% чистой прибыль. Вот масштаб управления, кстати, миллионный долг. Итак, этап первый, финансовый догнаться. Вторая, то есть моя организованная структура. Вы видели, у меня 25 подчиненных, которые отвечают за прибыль образующим управлением. Сколько у меня было до того? Значит, до того, прибыль подчиненных, соответственно, за прибыль образующим управлением, принято было порядка 13. Вот, соответственно, одно это изменение, вот структура, оно, конечно же, оно нифига, оно прибыль не сдаёт. Но, если, но до этого, ну, что должен сделать руководитель? Он должен хотя бы иногда поговорить со своим подчиненным. А ну, знаете, как дела, ну, и так далее. Ну, если идиотетически это не успевало, я с некоторым подчиненным не встречался по 3 месяца. При том, что я по названию трудовой, например, работаю где-то в 12-14 часов. Значит, ну, просто ко мне приходят интересные сделки и говорят, дим, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем, в эту компанию. Я говорю, все, ребята, я управленческий импатент. Я больше не могу. Никаких изменений, никаких решений применять не могу. Следующая история называется менеджер Филдава. Менеджер Филдава, это, есть такой, ну, тоже он, он уже очень-очень, ну, пожилой консультант, его зовут Дэвид Майстер. У него есть книжка «Управление компанией, кто занимается профессиональными услугами». И там вот есть два типа этих компаний. Компания, которая лично-откредитная фирма, и компания, в которых, в консалтинг-компаниях, вот очень часто, когда есть консалтинг-компаниях, есть два, три, четыре причинных результатов, а потом их крутится весь бизнес. И вот так же ситуация у вас, когда, ну, то есть, когда есть ключевые руководители, и дальше вот ты, естественно, ничего сделать не можешь. То есть, если, ну, у тебя бинт не систематизирован, ты из-под него его вывести не можешь, вот. И если тебе надо реализовать какую-то рентгенцию компаний, они все, значит, сразу друг от друга разворачиваются, и ничего не нужно делать, а зависимость от них большая. То есть, ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, ну, и, наконец, оборот раз, ну, криво не растет, то есть, ну, вот раз, ну, раз, ну, раз, раз, ну, раз. Залтерия. Ну, и, ну, а вид, со мной долго работают, по 15 лет. Работа, работают, потому что… Работа, работают, потому что они так ими руками. Вот, значит, про один за шагом трансформации вам уже рассказали, вот, вот, значит, не то, что где мы сейчас. Вот ключевой момент, действительно, изменение монтруктуры, про то, что говорили эти данные. Потому что о изменении орг структуры, оно, это сразу же, сразу же, ну, оно, это такое серьезное вмешательство в организации, которое сразу касается очень многих процессов. У меня сейчас нет тренинг деталей об этом поговорить, ну, не знаю, я до 6-7 год в гостинице готов, 1-1 годов, лично, 10-10 годов. Значит, вообще вот мой взгляд, я же научился в каких-то цивилизационных школах, первый бизнес, я взорвался, учил 13-й назад. Мой взгляд на то, что такое теоретизм, с точки зрения того, если, а где, а что еще где есть, вообще ничего особенного. Ничего такого, ничего такого сильно специального, там такого нет. Теория 11, ну, теория 11, из-за того, что сам рассказывает Ицхак, из-за того, что рассказывает сам Ицхак, и в своих книжках то, что можно прочесть. Это, прежде всего, касается вопросов управления изменениями. Дальше, когда, если говорить уже консалтинговый проект, там добавляют вещи такие более, там, ну, новизны, может быть, чуть меньше, в том, что предлагает институт другой, то есть в более, ну, таким, в более стандартной методе. Целеполагание и правительственную учебу. Что в чем конкретно? У правительственными изменениями, это, там, есть довольно много авторов по этой теме. А по теме, наиболее известных, Джон Фоттер, у него есть там несколько, у него есть книжек по этой теме. Насшатывает наш Айдер Друшинса и еще что-то. Ну, он выделяет вообще-то 8 шагов. Я посмотрел на Айдер Друшинс. Ну, просто, просто один как на ну. Первый шаг. Создание ощущения, что надо меняться здесь и сейчас, потому что иначе по-другому не будет. Значит, что делать? Это можно делать по-разному. Там можно, но в целом это делать в темных изданиях проблем. Допустим, вы понимаете, что, ну, я директор, пришел предварь. Что я сказал своим менеджерам? Вот он здесь делает, там, 20 человек. Я сказал, все, извините, я так больше жить не могу. Если вам 15 лет прожил, значит, я понимаю, что у вас все хорошо. А мне сказать, что это нужно, если мы задержим. Да? Извините, пожалуйста. Вот, если я 10 минут от вашего фабрика, ну, это значит. Вот, значит, ну, вот, я сказал, все, как дальше жить не могу. Что делать? Я здесь вот адрес. А давайте вот мы соберем всех ваших ключевых людей, и они в течение дня будут убиты все проблемы в вашей компании. Как вы думаете, как вам будет, как директор вы спросите? То есть на вас обрушат минимум 100, у меня будут ситуации. А, ребят, у меня осталось, там, по третьей форме было. Вот. Ну, то есть, там, ребята, эти ноги как-то обнять напряженность. Вот. Дальше начнем. Дальше тоже начнем. Дальше формируется команда для того, чтобы деньги изменить. Дальше делаются небольшие изменения, небольшие победы. Потому что, понимаете, что... Оказывается, вся эта идея, которая пришла директору в голову, она не очень вредовая. Что этой командой что-то можно делать. Дальше формируется видение миссии. Куда мы идем, куда мы хотим идти. Это все очень здравый смысл. Дальше, в соответствии с этой видением миссии, давайте нарисуем новую структуру. Нарисовать. А дальше раз давайте поменять волшебную структуру. Ничего интересного. Вот. Но это такое жесткое изменение. Люди сидят как хирургическая операция. Или там в институте адвенции... Ну, на том... Ну, не всем консультантам надо знать, что это зависит от него. Потому что процедура прям тяжелая. Дальше можно расставляться, и там как бы происходит заживление ран после операции. Вот. Следующее. Переполагание. Значит, довольно хорошо продумана процедура, как целикомпании декомпатируется на взятие подразделения. И управленческую учебность. Здесь, ну, совсем ничего, в общем... Ничего нового. Ну, за исключением того, что я знающик кожи. Значит, и вот... Значит, очень-очень важный момент. Шесть ошибок. Потому что... Ну, вот, понятно, что ребята рассказывают, что все будет хорошо, что оборона выросла. Ребята, кожа по-разному. В любом случае, вот, правильное сравнение изменения институты и хирургической операции. Что делает человек перед тем, как он идет на серьезную хирургическую операцию? Он будет скажут в доктор. Доктор, а какой у вас процент успеха? Если доктор вам скажет, что у него сто процентов процентов успеха... Вот. Ну, наверное, не факт, что вы ему говорите, потому что жизнь лежит и его из обороны. Значит, это реально. Но в институте будет вам помогать. Они действительно хорошие ребята. И... И... И довольно много. Но. Зависит все. Ответственность за все. Бежит только на директора. И... Ну, надо надеяться. И... Ну, будет лучше, если вы и раньше себе этого не позволяете. Ну, посмотрите. Это мне консультанты посоветовать. Ёлки-палки. У нас своя голова на плечах. Эти консультанты, они обычные люди. Ну, да, грамотные, с опытом, но они обычные люди. Они, но и то, могут ошибаться. У меня в проекте там был случай, вот там... Ну, ребята ошиблись. Ну, надо ошибиться. Ничего страшного. У нас своя голова на плечах. Они вам объясняют... Вы спросите их, вы что собираетесь делать? Они вам объясняют, что они собираетесь делать. Вот. Ну, дальше там... Заимодействуйте с ними. Используйте их компанию. Ответственность лежит. Все равно на вас, как на директорах. И это изменение. Вы расшатываете компанию. Естественно, они помогут. У них есть куча инструментов. Вы ее расшатываете. Вам будет очень тяжело. Вы делаете сейчас плохо, для того, чтобы потом было хорошо. И вам будет плохо. Но вы к этому будете готовы, пожалуйста. Потому что если сейчас все нормально, можно же там, как говорит доктор, ну, вы знаете, если вы будете себя ограничивать, не будете в стиле правильного образа жизни, то еще как-то какое-то время прожить будете. А если вы хотите расти, ну, будьте добры напрягаться. А иногда, когда люди напрягаются, бывают проблемы. Вы в арке. И у вас будут. А вы купить твои или нет, это от ваших, от ваших. У меня на институте ничего не было. Ну, вот, пара вещей еще. Значит, это вопрос денег исключительно. Они будут вам предлагать, когда программы консалтинга, там будет несколько вещей. И есть ряд внутренних совещаний, которые могут проводить силами своего интегратора или силами их специальности. Вот в начальном этапе, если вам, ну, достаточно, не жадничать. Пусть первое, пусть первое, есть победный проект, пусть первое, пусть первое встречание проводят силами и специалистов, потому что это серьезный, очень-очень сложный навык. И вы, как директор, вы потом будете, естественно, там, вы воспринимаете свой интегратор, а вы должны посмотреть, как это правильно делать. Потому что потом, ну, у меня такая история, у Димы хорошо знаю. У меня есть интегратор, она не плохой интегратор, у нее там большой опыт, она была топ-менеджером в компании 500 человек, но она возомнила, что она консультант. И она, мам, она хочет не просто проводить что-то совещание, она ищет свою точку зрения на то, как должны происходить изменения туда составлять. Нафиг мне это надо? Бывает ситуация, когда я не знаю, но я спрошу ее советы. Вот. А когда я знаю, что делать, мне она нужна, как человек, который в совещании проводит. Вы должны понимать, у кого какая работа. Поэтому мы должны быть еще плотно выучены в процессе. Ладно, ну и всегда надо понять, чего вы хотите. Ага, еще 7 минут. Значит, почему, несмотря на то, что бывают ошибки, почему, несмотря на то, что квестом вот так вот, если получиться еще где-нибудь, мне это особо ничего. Почему я считаю, я не заплатил денег? и почему я рекомендую, если у вас есть, если у вас какие деньги есть, вот, то почему я рекомендую рассмотреть такую возможность? Не в твоем случае, я не рекомендую платить, я рекомендую рассмотреть. потому что это решение важно, должно что-то сделать. Значит, у них есть, у них есть вещи, которые я не рекомендую. Первое, it's hard, это вот, личный it's hard. Ну, и то, почему я здесь, у меня еще это возможность пообщаться с этим, я просто, я, я, ну, таких качеств людей их очень мало. И вот, я не знаю, он еще будет здесь появляться, если вам будет возможность, если вы владеете антист, мне не отвертится удовольствие, владеете, ну, какой у кого узкий задать. Человек страшно обаятеленный, умничает талантливый, просто, просто, вот, это, это основной человек. Вот, значит, Ичек в своих книгах, на очень понятном, очень образном языке, и это, это вот, понятно и образно, это то, что охватывает, практически, большую часть методик, которые предлагает институтаревец. Ичек просто помешан на это, он старается упростить, и сделать понятными, довольно сложные вещи, к которым, к которому относятся вопросы управления. И вам, когда, в чем сложность, ну, ладно, вы там, сильно продвинутые деревья, вы это поймете, но вам, когда вы будете проводить изменения, вам надо объяснить это своему коррективу. И вот здесь вам понадобится его книжка, и здесь вам понадобится его образ, а в других, ну, может, есть еще какие-то нормальные условия, которые дают эти вещи. ну, там, я, ну, не попадал, ну, может, кто и есть, кто родился, это и есть. Дальше, когда мы говорим о консалтинге, у ребят есть набор хороших, полезных инструментов. Реально хороших, ну, реально, реально удобно. Сами консультанты, ИСХАК, довольны, он, Институт 11, я сейчас не знаю, может, скажу что правильно, это такая, это не очень большая организация. В Институте 11, для того, что он, он действительно, он правда оперирует, на многих континентах, на многих языках, в этой организации, я не знаю, сейчас больше 60 человек. Ну, 50 консультантов, очень небольшой административный аппарат. Это не большая организация, но ИСХАК, очень ответственно, ну, и там, и другие, другие, менеджеры, вот этой консалтной компании, очень ответственно подходит в такой консультант. В принципе, они, они все, довольно достойные, довольно профессиональные. И, ну, у меня, как у директора, одна из самых больших проблем, мне не хватает времени. Вот, мне не было, то есть там, я, 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 когда с ними общался, я не чувствовал, что это время. И мне это самое главное. Потому что, должен быть человек, который, который понимает проблематическую деятельность. Института 113, еще они понимают, что это тоже важно. Вот, значит, кроме того, тоже там, в общем, если ошибаются, могут признать свои решения. Я точно. Вот. Значит, смотришь, вот то, чего я не видел ни у кого у других. Я видел, это на мне проходило, то, как формировалось видение компании. Очень интересно, когда-то рисуют. Значит, потрясающие методы применения встречания. Ко мне сейчас, я не набираю людей, ко мне приходит ток. Это, ну, вот это то, что, вот это, вот это надо им просто уделять. Потому что, один сосредоточен на том, что внутри организации, ко мне приходят люди, они говорят, Дима. Я никогда не был в компании, в которой так на моем совещании. Люди не видевают друг друга. Люди выслушивают друг друга. То, что у меня происходило до этого, и как сейчас проходят совещания, это люди принимают ток. Это, как говорится, слова. Когда каждый, этот, это, тут, ну, даже одно это стоит очень много. Это, это реально очень, 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 очень важно, что это за это не очень. Значит, методологии изменения оргуп 1 структуры. Ну, это проведение операции. Это, это реально сложно. Это реально сложно, и, там, далеко не все консультанты аликозапии имеют полномочия на проведение таких изменений, Это, ну, вот здесь я бы рекомендовал точно воспользоваться их помощью и, может, кого-то другого управления. Это сложная история. И здесь нужно обладать опытом, потому что... Вот представьте себе, идёт совещание. У меня один заквозитель... Может быть, вы знаете, есть такой известный российский фильм? Время? Нет. Он называется Шерпин Эггет. Смотрите. Помните, там лейтенант, которого Игорь Гойнков говорит? Оглит. Капитан. Оглит. В бою. Вот. А дальше я оборудовался. Лейтенант. И вот только за руководитель, кто может говорить, слушай, у меня ощущение, я зашёлся так генералом, а он вышел полковым. Вот. Это очень тяжело, когда человек... Они... Они же... Они же... Они же... Они же красивые расструктуры. Они же все ищут там себя. Они... Он был прямым учтением директа, а он перестает прямым учтением директа. И как сделать так, чтобы при этом сильный чек не уводился? Это... Это не очень просто проявлено. Вот. Формат управления этой отчётностью... Это вот буквально я две минуты скажу. Это как раз то, что мы сделали с институтом. Вот. Значит... Ну вот так. Последний, последний. Ну, последний, две минуты буквально. Значит, то есть 11 через 5 фаз по убедению правдивистского учёта. Ну, правдивистский учёт – это важный способ контроля, еще это важный способ делегирования. Я просто сейчас, наверное, эту тему детально раскрыть не смогу. Если кому-то это интересно, я... Ну, я буду готов к эксплуатации. Значит, то ли там все на слайдах есть мои координаты, если что-то, можно их написать. Значит... Ну, если коротко – это система ведения управленческого учёта. В чём там новация? Там отчёты определяют в обысках и... Ну, их придумывание есть как отделиться совсем. С ровно же. Ну, что придумал ИЦХАП? ИЦХАП придумал, как это представить наглядную деятельность. ИЦХАП придумал, как представить его структуру организации, так, чтобы она была принята для собственного. Вот у нас организация сверху. Вот прибыль, которая была принята в 17-й период. Это уже, кстати, это уже экран программного продукта. Это вот то, как показывает программный продукт. Вот у меня прибыль одного трейдера. Вот у меня закратная одна, вторая трейдера. Вот ещё она складывается. Дальше форма... Форма отчёта о примере ОКУ. Вот у меня, вот у меня есть подразделения. Вот это подразделение, я не думаю. Какие подразделения, какие подразделения вносят у него приходы? Там, Сибирь, это сам Диэль. Вот мы делали демонстрацию для того, чтобы... Что? Вернули, наверное, на самом деле? Не вернули. Я уже и так всё время плотал. Я готов буду... Ещё раз я готов буду сказать там. Вот. Значит... А то, что это... Дюжетирование есть. Есть ли возможность... Ну, естественно, констертируются отчёты. Возможно, спектрогнозируются. Конкретные итоги прогнозируются. Но я как раз об этом там сказать не очень успеваю. Время надо пустить. Большое спасибо. Я не верю. Это часов до 18-го, до 18-го, до 19-го, до 19-го. Всё, большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...